Теорема Виета. Правда ли это самый удобный способ решать квадратное уравнение? И когда можно воспользоваться теоремой Виета, а когда всё же не стоит? Давайте выясним это в этом видео. Погнали! Тяжело решать примеры по алгебре? А что говорить, за геометрию вообще не берёшься? Да-да, по-английскому знаешь лишь только вот это. Лондон is the capital of Great Britain. Не переживай, у меня есть для тебя приятная новость. School Home это онлайн школа, которая поможет прокачать твои навыки в математике и английском. Поэтому не расстраивайся, а переходи по звуке в описании и покупай наш курс по приятной скидке. Перейдём к теореме. Теорема Виета. Виета это такой французский юрист, который придумал теорему, как можно решать квадратное уравнение быстрым путём. Но одна поправочка. Приведённое квадратное уравнение. Что такое приведённое квадратное уравнение? Это такое уравнение, которым старший член, то есть старший коэффициент равен одному. Тут не записывается, но на самом деле тут стоит единица. Я её поставлю, чтобы понимали, что старший коэффициент есть, но он равен единице. Теперь перейдём к теореме Виета. Теорема Виета гласит, что сумма корней приведённого квадратного уравнения равна противоположному значению среднего коэффициента, а произведение равно свободному коэффициенту. Давайте это запишем. То есть у нас есть корни х1, х2 и здесь х1, х2. У нас было всего два условия. То есть сумма корней приведённого квадратного уравнения равна противоположному значению среднего коэффициента, то есть b. Сумма равна минус b, а произведение равно свободному коэффициенту, то есть произведение х1 умножить на х2 равно c. И это всё система, то есть два этих условия выполняются одновременно. Теперь же давайте небольшую практику по этой теореме, чтобы закрепить полученный материал. Давайте возьмём пример х2 минус 5х плюс 6 равно 0. Как мы видим, это приведённое квадратное уравнение, то есть старший коэффициент равен 1. Значит можно воспользоваться теоремой Виета. Вообще, для чего нам нужна теорема Виеты? Ведь вы скажете, у нас есть дискриминант, можно через него решать. Ну конечно, можно и через него решать. Но гораздо проще решать через теорему Виеты. Ведь можно всего узнав сумма каких чисел даст нам противоположный средний коэффициент, а произведение даст нам свободный член, мы сразу догадаемся, что это за корни. Давайте распишем вот эту теорему для этого квадратного уравнения. То есть у нас х1 плюс х2 равно минус В. То есть мы знаем, что В это средний коэффициент. Минус В это значит противоположное значение среднего коэффициента. В нашем случае противоположное от минус 5 это 5. Дальше. Произведение двух корней равно свободному коэффициенту. То есть произведение х1 умноженное на х2 равно просто 6. И это все необходимо взять в систему. То есть два условия должны выполняться одновременно. Давайте теперь подумаем, какие два числа нам в сумме дадут 5. То есть это 4,1 либо 3,2. Вот давайте повнимательнее с 3 и 2. 3 плюс 2 равно 5, а 3 умножить на 2 равно 6. Если бы мы взяли, допустим, 4 и 1, то нам не подошло бы. 4 плюс 1, 5 здесь подходит. А 4 умножить на 1 будет 4. Тут не подходит. То есть мы с вами решили, что х1 это 3, а х2 это 2. Потому что нам по теореме Вета подходит х1 равно 3, а х2 равно 2. Это будут корни этого квадратного уравнения. Теперь давайте перейдем ко второму квадратному уравнению. Но у меня есть для вас некая поправка. Что мы пользуемся с вами обратной теоремой Пифагора. То есть вот тут мы находили как раз таки чему равны х. Теорема Вета гласит, что х1 плюс х2 равно минус b. То есть о нахождении этих членов. Минус b, c. А мы как бы с вами пользуемся обратной теоремой. То есть мы находим не чему равны коэффициенты b и c. А мы с вами находим как раз таки корни. Теперь давайте будем разбирать второе уравнение. Которое чуть сложнее чем первое. 4х2 минус 24х плюс 32 равно 0. Но вы скажете, как мы воспользуемся теоремой Виеты, если здесь не приведенное квадратное уравнение? Ну конечно, здесь можно и посчитать через дискриминант. Но 24 возводить в квадрат, вычитать 4 умноженное на 4 умноженное на 32. Потом подставлять это все в формулу корней квадратного уравнения. Это все, конечно, долго. Давайте решим быстрее. Что можно здесь сделать? Давайте попытаемся привести это квадратное уравнение к приведенному виду. То есть к виду х2 плюс bx плюс c. Чтобы перед х2 у нас стояла единица. Здесь нам необходимо что сделать? Разделить на 4. Но мы должны с вами не только 4х2 разделить на 4. А также минус 24х и также 32. Давайте все квадратное уравнение разделим на 4. Здесь получится 4х2 разделить на 4 будет просто х2. Квадрат минус 24х разделить на 4 минус 6х и плюс 32 разделить на 4 будет 8. Также 0 если разделить на 4, то будет 0. Теперь давайте воспользуемся обратной теоремой Виета и решим это квадратное уравнение. То есть сумма корней нашего приведенного уравнения должна быть равна противоположному значению среднего коэффициента. То есть должна равняться 6. А произведение х1 умножить на х2 равно свободному коэффициенту. То есть 8. И также не забываем что это все система. Давайте подумаем какие числа в сумме нам дадут 6. Например 5,1, 3,3, 4,2. Давайте рассмотрим например числа 5 и 1. 5,1 не подходит потому что здесь условие выполняется 5 плюс 1 равно 6. А здесь условие не выполняется 5 умножить на 1 не равно 8. Давайте подумаем а если взять например 4,2. 4 плюс 2 равно 6 и 4 умножить на 2 равно 8. То есть запишем что х1 равно 4, а х2 равно 2. Такие же корни мы получили если бы решали через дискриминант. Просто гораздо проще решать через обратную теорему Пифагора. Если нам дано приведенное квадратное уравнение. Вообще я вам советую писать полностью х1 плюс х2 чему равно х1 умножить на х2. В дальнейшем вы можете сразу выяснить чему равны корни. Допустим дан вид х квадрат минус 6х плюс 8 и вы сразу анализируете. Так сумма корней должна быть противоположным среднему. То есть вот минус 6. А произведение равняться 8. И вы подбираете какие числа в сумме вам дадут 6. А произведение 8. Спасибо что досмотрели это видео. Надеюсь тема теорема Виета стала вам гораздо понятнее. Если вы хотите узнать больше про решение квадратных уравнений. То непременно смотрите видео про дискриминант. Оно появится здесь. Ну а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok